Всем привет дорогие друзья! Надеюсь вы еще не успели позабыть про этот канал. Напомню, что здесь когда-то были ремонт электронной техники. Сегодня хочу рассказать о наиболее интересном за последнее время ремонте. Это видеокарта Asus GTX 1060. Ее прислал один из подписчиков. Проблема в том, что она перестала определяться. Будучи установленной в системный блок, изображение на монитор она не выдает. При этом важный нюанс. Вентиляторы систем охлаждения у видеокарты вращаются. Хорошо. Начну как обычно с внешнего осмотра плат электроники. Для этого мне придется извлечь систему охлаждения. Выкручиваю винты крепления и отключаю кабель вентиляторов. Осматриваю плату на предмет явных дефектов, типа следов перегрева, прогара, залития и тому подобного. Можно сказать, что мне повезло, потому как ничего подобного я здесь не нашел. Прозваниваю предохранители по силовой 12-вольтовой линии. Они целые. Точно так же проверяю остальные предохранители, что попадаются мне на глаза. Все они оказались исправными. Снял радиатор мосфетов с системы питания видеочипа. Бегло прохожусь мультиметром по мосфетам. Ничего подозрительного среди них не нашел. Думаю, что стоит проверить наличие основных напряжений, чтобы узнать, запитывается ли видеочип и память. Разумеется, что без питания этих компонентов видеокарта запускаться не будет. Проверять систему питания буду на подключенной к компьютеру карте. Для подключения использую райзер. Так удобнее. Компьютер включен. Проверяю напряжение. Это система питания видеочипа. Выдает она 0,8 вольта. Есть напряжение, и это хорошо. Система питания памяти находится на другой части платы. Произвожу замер с дросселя, и никакого напряжения на нем не вижу. Между системами питания видеочипа и памяти есть еще одна подсистема, которая выдает 1 вольт. Также проверил, приходит ли питание на микросхему BIOS. На ней 1,8 вольта. То есть проблема пока что только с отсутствием питания на видеопамяти. Какое точно должно быть напряжение, я не знаю. Это сейчас не важно, так как у нас просто ноль. Нужно разбираться в причине этого. Сопротивление по линии около 1 Ом. Это чуть выше, чем на видеочипе, но думаю, что в пределах нормы. Считаю, что стоит проверить мосфеты, нет ли среди них пробитых. Конечно же, с пробитым мосфетом система питания не будет выдавать напряжение. Прозваниваю их относительно затворов. Два мосфета из трех в коротком замыкании. Сравниваю показания с мосфетами питания видеочипа, и они так не прозваниваются. Делаю вывод, что с мосфетами явно что-то не в порядке. Хотя это и не точно. Возможно, короткое замыкание приходит от системы управления мосфетами. Но узнать это можно будет только после демонтажа сомнительных компонентов. Паяльные работы выполняю с предварительным нагревом на сепараторе. Такой способ более щадящий для платы. Не нужно сильно задирать температуру фена паяльной станции. Рядом с мосфетами располагаются электроэлектрические конденсаторы. Наклеиваю на них алюминиевую фольгу, чтобы защитить от перегрева. Выпаиваю оба мосфета. Готово. Теперь проверяю, прозванивается ли затворный контакт. Да, значит проблема не в мосфетах. Выпаял оставшийся, но короткое замыкание также осталось. Думаю, что дальнейшая логика ремонта понятна. Нужно просто-напросто выяснить, какой компонент вызывает замыкание. Чтобы упростить себе задачу, припаял на затворный контакт проводок и от лабораторного источника подал на него ток 400 мА. С помощью тепловизора нашел точечный источник тепла. Вот эту микросхему. Маркировка на ней UP1540P. Очевидно, что это контроллер, который управляет мосфетами. Чтобы убедиться в том, что проблема действительно в этой микросхеме, нужно ее выпаять и посмотреть, уйдет ли замыкание. Устанавливаю на место мосфеты и выпаиваю микросхему. Проверяю. Хорошо, замыкание на затворе пропало. Прозваниваю относительно земли платы. Значит, проблема в микросхеме. Купил парочку таких же на Алиэкспресс. Не думаю, что это может вам пригодиться, но ссылочку на них оставлю в описании, как и ссылки на мои инструменты и расходники. Буду ставить новую микросхему. Сначала подготавливаю ее, залуживая ее выводы. Также подготавливаю и монтажные контакты платы. Удаляю с центральной площадки излишний припой. Если там будет много припоя, то микросхема не сядет на свое место. Будет как бы нависать над платой, и боковые контакты не удастся хорошо припаять. Вообще, у меня частенько появляются проблемы при пайке подобных планарных микросхем. Поэтому, скорее всего, придется помучиться. Проверяю пайку. На первый взгляд, все хорошо. Даю платье остыть и подключаю к системнику. К моему сожалению, напряжение так и не появилось. Решил детальнее, буквально под микроскопом, осмотреть качество пайки микросхемы. Невороженным глазом дефектов пайки заметно не было. А под микроскопом сразу видно, что, например, эти два контакта просто висят в воздухе. Не говоря уже о плохой центровке микросхемы. С учетом всего этого, решил перепаять микросхему. В этот раз хорошенько ее прогрел и отцентровал. Насколько это было возможно моими трясущимися руками. Теперь под микроскопом совершенно другое дело. Микросхема стоит ровно и видно, что выводы ее пропаяны. Подключаю карту и запускаю свой ПК. Отлично! Есть картинка. Напряжение питания памяти появилось 1,35 вольта. Теперь остается собрать видеокарту и протестировать. Если дефект не повторится, значит проблема была только в микросхеме управления мосфетами. При сборке наношу новую термопасту. В последние года использую GD900. Хорошая паста. Устанавливаю систему охлаждения и тестирую карту в стресс-тесте в программе FurMark. За 15 минут работы температура видеоядра не превысила 60 градусов. Это очень хороший результат. Для теста в реальных задачах установил последний Doom. Пришлось полностью пройти игру, чтобы убедиться в работоспособности видеокарты. В общем, в ходе тестирования никаких проблем выявлено не было. И думаю, что она еще долго будет работать у своего владельца. Все-таки модель для систем среднего уровня на данный момент еще актуальная. На этом сегодня я заканчиваю. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в других ремонтах.